Яркий финал соревновательного сезона для пензенских дзюдоистов. Наши спортсмены завоевали несколько комплектов наград на ежегодном всероссийском турнире, посвященном памяти Вячеславу Барашкина, прославленного тренера и мастера спорта. Ребята выступили хорошо. Я бы хочу сказать, что без травм. Значит, дети подготовлены. Так что я бы поблагодарил наших тренеров, пензенских тренеров, которые приняли эту пенсию. Вся пензенская область приняла участие в данных соревнованиях. А также представители Саратова, Саранска, Нижнего Новгорода, Москвы, Самары и других городов со всей России. В общей сложности почти 700 атлетов в четырех возрастных группах. Магомед Ашурлаев выступал в весовой категории 66+. Парень сейчас учится в восьмом классе. Все свое свободное время проводит в спортивном зале. В финальном поединке молодой человек встретился со своим принципиальным соперником. Такой хороший мальчик, 100 килограмм, с Саратовым. Вот с ним боролись. Учусь, ну, иногда там четверки, тройки. А в целом хорошо? Ну да, ну, можно так сказать. Артемий Плотников же выступал в более легкой весовой категории. По итогам всех схваток равных ему не оказалось. Более того, молодой человек был достоин специального приза. Я получил в подарок телевизор, который мне подарил Зудков Александр Сергеевич. Так как Вячеслав Васильевич Барашкин боролся в маленькой весовой категории. Но так как это будущая моя весовая категория, Александр Сергеевич подарил подарок мне. Ну, турнир, конечно, значим. На этом турнире уже выросло не одно поколение. Сейчас уже наши тренеры, наши дети, которые были вчера только участниками данных этих соревнований, а сейчас уже являются тренерами и их воспитываются победителем данных соревнований. Пензенские спортсмены по результатам общекомандного зачета заняли первое место. Это финальные соревнования сезона. Летом ребята будут отдыхать, кто-то отправится на спортивные сборы в загородные лагеря. Следующие состязания запланированы на сентябрь. Первенство области определит состав сборной, которая представит регион на окружных стартах.